Надежда Семенова мастер спорта по легкой атлетике с пода. Многократный призер всероссийских соревнований и чемпионатов России. А в прошлом году она стала чемпионкой России в метании копья. Сейчас у нее тренировка. Она готовится к соревнованиям, которые пройдут в апреле в Сочи. Цель, конечно, быть чемпионкой Паралимпийских игр. Это мечта любого спортсмена, я думаю. Показать своей маленькой дочке, что можно в жизни добиться всего, если есть цель. Надежда еще с колледжа мечтала заниматься спортом. В 2011 году она попробовала себя в пауэрлифтинге, став призером чемпионата и Кубка России. В 2014 году решила перейти на легкую атлетику. Ее тренер Юлия Богачева, которая также работает со своей сестрой, чемпионкой мира Марией Богачевой. Юлия говорит, что никогда не ругает ребят, но на ошибки указывает. Она рассказала, как стала тренером. Я поехала на сборы с сестрой. И меня там старший тренер взялся обучать. То есть он не принимал того, что я просто сопровождающий. Он говорил, приехал, давай тренируй. И начал меня обучать. То есть я получилась как бы стажер у старшего тренера по пауэрлифтингу Красильников Дмитрий. Он меня всему обучил. И в дальнейшем я уже всегда ездила с сестрой. Мне стали доверять юниоров. Я стала судить там судьей. Я начала так работать, набрала группу. Романа Зацепина тренирует Константин Турусов. Молодой человек, уже мастер спорта по легкой атлетике с пода. Лучше всего ему дается метание диска. После того, как Роман получил травму, он не знал, чем заняться. Знакомые подсказали, что в Рязани можно заниматься легкой атлетикой. Он решил попробовать. Первое время, конечно, не получалось. Все, что-то из рук валилось. Нервничал очень сильно. Думаю, всех летит, а у меня не летит. Но со временем как-то все больше и больше втянулся. И вот сейчас занимаюсь. В 2016 году Валерий Хрипунов также решил попробовать себя в легкой атлетике. Он уже неоднократно выступал и стал призером всероссийских соревнований и чемпионата России. Мастеру спорта пока стремлюсь. Пока что получить мастера. А там как будет. Там как получится. Мы желаем спортсменам успехов и новых побед на предстоящих соревнованиях в Сочи. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».